Я больше всех сомневался Все мои окружающие сомневались Доброй ночи Отсюда я спрошу с центра Скажи спасибо Спасибо Господи Скажи пожалуйста На самом деле вопрос такой Был ли тебе хоть на секунду Может быть страшно, что ты можешь проиграть В какой-то момент этого поединка В первом раунде И когда ты понял Что Хант уже в общем твой Покуда рука не зашла За подбородок Вторая рука Я же одно не смог Подбородок пройти Покуда не зашла Не знал, что он мой И я очень переживал Что время заканчивается Боялся Переживал, волновался И так далее Горел все время До тех пор Как они начали обмениваться ударами Уже когда пошло Размен второй, третий Уже чуть-чуть Конечно Не до переживаний Уже чисто физические ощущения Уже психики не работают Уже психики не работают Я был очень нервоза И у них там иногда получается, иногда не получается, я не знаю, не привык так еще говорить, я буду пробовать это, и это же и делать. Хотя многие от меня все равно ожидают. У Душаевичка, когда дали, все равно немного сегодня поработал, даже в стойке, плохо или хорошо, но чуть-чуть поработает. Вот, и причем это с легендой действительно. Я сам стоял еще и удивлялся, и боялся. А так все хорошо, спасибо. Шею шею мы нашли. Можно сказать, что вы нашли Марк's неизвестный neck? О, да, я точно так делал. Все, что я ожидал, у меня есть несколько сценарий, что я хотел бы выполнить, и я использовал один из них. Мы даже, знаете, у нас есть хорошие ровы, у нас есть хорошие ровы, у нас есть хорошие ровы. У нас есть хорошие ровы, у нас есть хорошие ровы, у нас есть хорошие ровы. И даже пропустили, кажется, один чувствительный удар, в связи с чем это связано. Не могли перевести и решили себя как-то проверить. Вот как Хабиб, допустим, действует, говорит, что хочу проверить ее в стойке. Все говорят, что я в хорошей борьбе. На самом деле, сверхсложно пройти такому сверхопытному бойцу, очень известному, очень опытному. Ему реально сверхсложно, тем более, если он от тебя это ожидает. Поэтому, как правило, мы стараемся каким-то образом отличить. Это как обман, как фейк, как еще что-то. Ты показываешь одно, делаешь другое. Для того, чтобы просто что-то сделать, мы все равно эту почву должны поработать. Я ее готовил со стойки, делал то, что мне, в принципе, не свойственно. Еще короткий вопрос. Мы заработали ремонт за 23 вечера, на что потратить? На себе. Окей, can I take this? Окей, you told that you have a lot of praise to Mark's hitting technique, you know. He's very sad, he's very dangerous when he stands up. And was that your strategy? To try him, you know, while he's standing, and deceive him in the way that Bobby does? In a similar way that he does that? Well, yeah, you know, can you imagine? This is a tremendously hard task to take down Mark Hunt. Because he's a very experienced fighter. He's very strong. So I try to distract him, you know, by using the technique that I normally do not use. It didn't involve that much. So I, you know, hit him a couple of times. Then he did it to crowd playing. And then I used my best technique, you know, my best gimmicks on him. And then the second question was, what are you going to spend the money, the bonuses that you got today? And Alexey answered that he's going to spend it all on his family. Thank you very much. Thank you very much. And, as a rule, you can see that you have a couple of times. You can see that you have a couple of times. I'm going to fight with a big guy with one of the most difficult guys. And, as I understand, I'm the most light and heavy weight in the UFC. I'm 106-107 kg. I'm ready to fight. I feel pretty good with a big guy. I'm going to fight. I'm going to fight. I'm going to fight. I'm going to fight. Строй был первый, это на него, потом он быстро сразу сменился на Ханта, вот, и я разговаривал с людьми и была заинтересован именно в этом матче, но пока продвижек еще нет, хотя, может быть, она буквально появится в течение одной-двух недель ближайших, потому что, мне кажется, в любом случае от нас ожидали бы выявить, кто лучше Грэппер, несмотря на то, что мы на Машке кидели у нас на Мэй, и ударка у того же Вердума очень хорошая, достаточно спокойно может стоять в стойке, там, и два, и три. Все равно ожидали от нас выявить какие-то Грэпперские качества, тем более, да, если быть нескромным, я, наверное, дрался уже с несколькими ребятами, с которыми дрался Вердум, он их не смог запороть, а я их запорол, даже так, поэтому, можно попробовать. Итак, вы будете бороться Вердум? Вы говорили это несколько раз в интервью, конечно, я бы хотела сделать это, но, конечно, я бы хотел сделать это, потому что, вы знаете, я показывал мою инститиву об этом, и есть интересы от его стороны, но ничего не было решено, ничего конкретного. Конечно, у нас действительно будет случаться об этом, если будет происходил, то выводим его как раз именно gegen, то у нас hätte, кстати, на самом деле AnX-Ах, что у нас должно быть. Я не имею в виду, что я сильнее, но я просто боюсь, Март Хунт. Я думаю, что я самый лучший человек сейчас в UFC, потому что я 106 килограмм, это как 220 льв, или 220 льв, или 220 льв. И, конечно, это не так тяжело, чтобы выбрать контейнер, чтобы выбрать контейнер, потому что если есть, скажем, 20 львов, которые вы выбрали, то обычно только 2 или 3 львов, потому что большинство львов и все они приглашают контейнеры. И я, по сейчасу, буду рад, чтобы выбрать кто-то стенд выше, чем я и в рейтинге, чтобы выбрать контейнер и дальше. Поэтому, конечно, я уверен, что я буду радовать, чтобы бороться с ним, но мы посмотрим, как это происходит. Спасибо за субтитры Алексею! Это мой первый раз в России, чтобы увидеть, что случилось в UFC, но я хочу спросить о твоих эмоциях в этом борьбе. Как вы чувствуете, когда люди тебя спрашивают, и после твоей победы спрашивают, это будет круто, да? Поздравляю! Поздравляю вас, Алексей! Я первый раз в России, и, естественно, сам счастлив, почувствовал эту энергетику. Но вот я о вас хотел спросить, какие вообще вы чувства испытывали, учитывая то, что долба схватила с ума, вас так все поддерживали? Такая энергия перла. Что вы чувствовали в этот момент? Я надеюсь, что вам в России понравилось, вообще Россия как страна и люди, и сегодняшний турнир. Как я уже говорил, я старался отстраниться немножко от ощущения, чтобы не было дополнения нагрузки, хотя она все равно чувствовалась отовсюду. Со всех смс, каких-то поддержек, как звонков, с экрана, от друзей, от каждого человека, кто меня встречал, это чувствовалось. Ты же на родине, ты не можешь, ты должен, там, вы за тебя, смотри же, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, она нагрузку дополнительно создаёт. Хотелось чуть-чуть отключиться от всего, именно профессионально, спокойно выступить, показать просто то, что я могу. Слава Богу, сегодня это всё получилось. Поэтому, после этого, вот, с клиентки вышел, сразу я расслабился, включился, конечно, было круто, классно. То есть, все ребята счастливы, все поздравляют, финал, вероприятия, совершил нашу бой, даже все, все, все очень счастливы. Ну, естественно, здесь уже я расслабился, и пусть тут немного эмоций, и так далее. А до этого старался не выпускать их, чтобы они не помешали. Ну, first of all, I hope you like Russia, people coming here. Um, then, well, there's been a lot of build up, up to the summit, you know, and I tried to abstain from, from social media so as not to take, you know, to much pressure. There still was a lot of pressure, though, you know, coming from relatives, friends, you know, you from Russia, you must do this, you must do that, and you must, you must, you must. But I tried to unplug, I tried to clear my mind and be strictly professional about this, you Я подняла много концентрации в этой байке. Когда я уехала, я поняла, что я победила. И потом я получила этот эфирский ощущение, что все говорили «благодарю», и это было отличное финале, это отличное событие, поэтому я чувствовала себя очень рада, очень рада об этом. Я делала правое, я показала свою победу. Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя очень рада. Алексей, здравствуйте, телеканал Бокс ТВ. Вы выглядите бодро. Скажите, как Вы ощущаете себя физически после поединка? И вообще, когда приступите дальше к тренировкам? Как по ощущениям, когда в зал вернется? Сейчас, пока гормонов счастья полно, готов хоть через пару часов приступать к тренировкам. А так, думаю, наверное, нужно телу дать отдохнуть, может быть, там, три недели. Просто даже не потому, что травмы какие-то или еще, а просто дать отдохнуть и все. И потихонечку поддерживать какую-то форму для того, чтобы быть готовым к принятию какого-то следующего предложения по боям. Всю отличное себя чувствую. Получил несколько ударов по ноге. Она мне так получилась, что была чуть-чуть травмирована за какой-то период до боя. И почти-почти что дожила. И Хам и Марк как раз немножко попробовал подбивать. Все отлично. Пару синя пол, я считаю, для этого боя. Я готовился платить гораздо, гораздо больше всего. Хорошо. Алексей, ты выглядишь хорошо. Когда ты хочешь вернуться к тренировке? Ну, сейчас, я готов к ручке метрофикации. Эндорфин и допамин. У меня есть много допамин. Я готов к ручке метрофикации. Я готов к ручке, чтобы начать 3 часа. Но, если ты честно, это должно быть 3 месяца. Не потому что я болит, или что я тянусь, или что я болен, или что-то другое, но чтобы дать тело расчасти. И у меня есть ассортивный с лицом. Это у меня болит. Как вы видели. Я болит ранее, после этого боя. И тогда у меня было лучше. И тогда Марк сделал все еще лучше. Так что это будет много времени, чтобы ручить. Когда мои ноги лучше, я вернусь к тренировке. Алексей, Вадим Нихамиров, матч.ру. Скажите, не так давно вас начала поддерживать компании из Екатеринбурга, и там активно развиваются смешанные единоборства. И напрашивается вопрос, продолжите ли тренировки в США? Да, потому что при условии, что там построили какой-то очень современный центр. Ну, кажется очевидным такой проект, что, может быть, вы вернетесь и будете тренироваться в России. И попробуйте здесь основать что-то вроде своего зала. Готовиться здесь, готовить других людей. Если проще, то будете ли вы дальше тренироваться в Америке? Я буквально через 2-3 дня должен оказаться в Екатеринбурге. И мы как раз переговорим с ребятами, и они меня очень поддерживают. И благодаря им у меня получился хороший лагерь, лучше получилось подготовиться к этому бою и так далее. Центр у них сумасшедший. Я тренируюсь в лучших американских залах и был в лучших американских залах. По начинке, так сказать, зала, Экатеринбург опережает, наверное, на 2-3 года. Американские залы. Но кроме начинки, я езжу, естественно, еще и к тренерам, к тренерскому составу, и чтобы у меня были спарринг-партнеры. Я могу поехать к классным тренерам, суперские тренажеры и все остальное, но если у меня еще не будет соответствующих мне спарринг-партнеров, с таким же опытом, больших и так далее, тогда мне будет тяжеловато. Поэтому уже они сделали огромный шаг для этого, чтобы это все было. И вполне возможно, что, я не знаю, может быть, даже ближайшую подготовку я проведу в этом зале. Но вполне возможно, почему нет. Наша ММА, наш спорт тоже идет вперед, развивается, и должны мы и догонять, и обгонять. Сегодня на турнире, на UFC, даже с ленивыми ребятами, там и Кученко, и многие другие ребята дрались и показали свой уровень, насколько мы работаем с бойцами Мирвого уровня. Вы были недорослены, и вы создали огромную тренировку, и вы создали огромную тренировку. Если вы будете продолжать тренировку в США, или вы будете возвращаться в Россию, или где лучше тренировать, или вы, наверное, или не получаете планируем, или вы начали уже одну уезжать в России? И Алексей ответил, что вы видите вместо этого уезжающегося. Это я удивляю. Это на национальной tierной технике, и финансированный технологией. На самом деле, вы видите лучшие уезжаем в США, И это два-три года впервые из самых лучших гимов в США. И это не только обучение, обучение, что они имеют в гимов, но и обучение спартнеров и трейдеров. И это будет один из этих критерий. Он выбирает его следующий гим, и он provavelmente будет подготовиться за его следующий гим. Это очень потрясающе. И ММА в России, вы знаете, стыкает лепестки. И, вы знаете, это очень... Вообще, это не недостроено, но это очень популярно. Это становится более и более популярным спортом, и сейчас есть целая инфраструктура, которая будет построена для него. Так что он скоро придет к Юкитарии, и они будут сидеть, и решить, что дальше. Алексей, вы заметно прихрамывали. Скажите, это результат лоу-киков или была какая-то травма? И второе, через пять дней свадьбы, спасибо, вы лучший подарок сделали сегодня. Ну вот старался как раз сделать подарок. И я думаю, что я многим ребятам, которые были сегодня на трибунах в зале, я тоже сделал подарок для нашего мужа, и для своей супруги сделал подарок. Она меня просила очень. Да, да. Прихрамывал. А, я приехал сюда на бой слегка прихрамывая. Хромал все время, иногда сильнее, иногда слабее и так далее. Ну, сейчас, сегодня почти этого не было, я вчера просто получил. У меня сейчас просто один обычный ушиб, упал, ударился об уголок какой-то и все. То есть, просто припушая мышца. Поэтому, похромаю денёк-два, то что сказал, я готов заплатить за это. Такой ценой, слава богу, что такое малое ценое, тоже спасибо. Вы были очевидны на ногах, может быть видно, что в твоей ноге, вы чувствуете болезнь в твоей ноге, и второе, что я взрослась в пять дней, благодаря вам за такой большой праздник. И Лекси ответит, я надеюсь, что это был большой праздник. Это для моей мужики. Она хотела бы мне победить. Я просто получила болезнь. Это не серьезное, это не болезнь или ничего. И, понимаете, я это был предыдущий, и я буду иметь это за несколько дней. Это не такой большой праздник, чтобы платить за такой огромный побед. Алексей, добрый вечер. Поздравляю с победой. Мы все очень рады. Такой вопрос. Не секрет, что когда ты проигрываешь, про тебя сразу начинают говорить, что вот, это возраст, Алексею пора на пенсию, ну, как обычно у вас так бывает. Когда ты выигрываешь, тебе опять говорят про возраст, и спрашивают, будешь ли ты вообще претендовать на поезд. Скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к тому, что возраст стал некой оценкой твоих боев? Не обидно ли тебе, может быть, вам там, не знаю, с Марком Вердумовым создать профсоюз возрастных спортсменов уже наконец? Спасибо. Спасибо, Ольга, за вопрос. Знаете, кого-то, не знаю, там, за городу ругают, кого-то за длинный хвост, кого-то за лысую голову, кого-то за возраст, ну, ругают в кавычках. Пытаются прицепниться к чему-то. Ну, проигрывают практически все, почти все бойцы. И поэтому, знаете, если я буду бояться того, что после какой-то победы меня несколько человек начнет осуждать, о, наконец-то он проиграл. Пусть я это самое, но они сидят у себя в комнате, играют, там, компьютер проигрывают и так далее, уходят в школу и меня критикуют. Вот, я дерусь с самыми сильными ребятами, действительно, и приношу радость. Я сегодня видел, насколько, как бы, был воодушевлен зал, приходится, было все настроение. Я очень счастлив, доволен, что это есть. Поэтому, ну, у каждого свое дело. У кого-то поднимать, помогать развивать, у кого-то не то что-то критиковать, искать какие-то недочеты, у кого-то в коммунальных службах, у кого-то еще в чем-то управлении страной, у кого-то в спортивной системе. Ну, важно, находится ли у их выход. Я бы советовал искать выход в чем-нибудь не деструктивном, а наоборот, создавать. Вот, сделать что-нибудь такое, чтобы что-то лучше стало. Покритикуют, там, я не знаю, коллеги Туанова, Емельяненко, а, там, Сергей Анатольевич, подожимайся. Скажи ребятам, которые, там, в целом подъезда, чтобы они не курили в магазине, зашли на турнику на то же разуме. И, там, в общем-то. И, там, в общем-то. И, там, в общем-то. И, там, в общем-то. В общем-то. Так, в общем-то. что ничем их не любят, они всегда найдут что-то выбрать. И, сидя на своем университете, на PlayStation, и критикатизируют все, и находятся лучшие в мире. И они лучше сделать что-то продуктивное, и строить что-то, а не критикатизируют все, и, знаете, их чувствуют себя хорошо. в таком случае. Так что он не волнует критикам. Он делает его работу, и он делает его хорошо. Для его счастья. Или есть возможность привозить еще ребят? Я еще не работал с Иваном Широковым. Не знаю, насколько он разнообразный. Чтобы заменить Марсела Голмова, Андрея Варловского, Александра Сантоса, Бигфутова и многих других ребят, которые, как правило, за 115 килограмм, и 120, и 130, и 140 килограмм. Большинство из них на голову головы больше не имеют. Сможете Ваня их заменить? Ну, я думаю, скоро узнаю. Я поеду, значит, разогнусь, наверное, в какой-то нервиске. Полушут, наверное, нет. Ну, естественно, как бы один не может. Но, знаете, все равно как-то где-то что-то потихоньку собирается. То есть и Иван Широков тоже вырос в этом зале. Значит, ему прибавится еще кто-то, например, я. Будет легче. Прибавится Андрей Орловский, Сосновский и еще несколько ребят. Знаете, у нас уже неплохая компания. Я собирал очень классную компанию тяжеловесов. Вот здесь в Москве у нас бывало 10-13 человек, больше 110-115 килограмм. Из них там Саша Молкова, Харидонов, тоже Сосновский, Блатков, Смолдырев и так далее. Ну, мало кто вообще собирает в одном зале. Именно профи и именно много. И именно так не разово. Наши всегда очень мало залов. У меня это получается. Я смогу это сделать. Дайте мне возможность. Необходимость. Я это сделаю. Скорее. Окей. У меня есть первая компания. У меня есть хорошие спорта партнеры в США. Я уверен, что вы найдете спорта партнеры в США. Это не просто справа. У меня есть хорошие партия в Никитеррингбуре. Вы знаете, если это с Украиной, которые мы проведем в США, они очень огромные. Они ближайшие. Они очень жесткие, крепкие. Но, знаете, есть хорошая партия, есть хорошие генеры. И, знаете, если я, Орловские, мы пригодим, она probablemente будет уменьшим свою систему. Так что, мы увидим. Извините, это все. Пожалуйста, возьми. Мы, в первую очередь, с Победой, конечно, снова. Смотрите, тяжелый перелет, смена часовых поясов, переезд. Плюс ко всему этому, постоянное интервью. И вы еще успеваете отвечать всем фанатам в Инстаграме, потому что уже появилось поверье такое, что если залить историю в Инстаграм и пожелать в серии «Победы», то он эту историю обязательно заребостит. И, что я вам скажу, при этом вы успевали тренироваться и все успеваю. Ну, может, не всем отвечаю, большинство. А еще у меня 5 родителей. Еще 5 родителей. Спасибо, да. Да, кстати, вот виновница всего, что у меня это все получается. Это моя супруга, которая разгружает меня от большинства вещей и забот. Она организовывает тренерский лагерь. Она организовывается. Она договорится с тренерами, кто, когда, где меня тренирует и так далее. Она организовывает все мое питание. Договорные вещи там с UFC и так далее тоже выполняет все равно. Медицину, все-все-все. Ну, я как уже умудренный опытом боец, я приехал сюда за 10 дней просто. И был достаточно хорошо оклематизированный, подготовленный. Здесь уже просто нашли пару залов, куда мы поездили тренироваться до тех моментов, когда залы наши предоставлены на UFC отели были уже готовы. Поэтому просто все. Если у тебя есть большой опыт, ты знаешь, что, как, куда распределить и так далее. И более говорю, у меня есть такое замечательное помощь. У тебя есть много лет, вы выживаете на многое на мероприятия 24-7, и вы имеете время активно на социал, и если ты отвечаешь на многие фанты, то есть, знаете, есть упражнения что если кто-то пишет, то всегда пишет на МАК. И ты должен идти, как прежде всего, то что вы найдете время для решения. Алексей ответил, что не забывайте, что у меня есть 5 детей. Но, thankfully, у меня есть мужа, которая руководит все дела. Она руководит все дела. Она руководит меня. Она помогает мне. И я овел эту победу. Я овел ее к ней в отличие. Спасибо за мою мужу. Я учусь, что я учусь. Я учусь 10 дней назад. За мной могу больше, чем я учусь. Я должен уменьшить проведение обучения и train. И не ошибся. И в подготовке. Спасибо, что вы можете пройти. Спасибо вам! Спасибо. Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо.